Югра вошла в топ регионов по уровню интеллектуальной зрелости. Новейшие технологии, безусловно, влияют на нашу повседневную жизнь, затрагивая различные сферы. К примеру, отечественный образовательный сервис «Сферум» разработан специально для педагогов, учеников и их родителей. Цифровой инструмент превращает традиционное получение знаний в классе в более технологичный и эффективный процесс. Платформа призвана сделать обучение более легким. Данная платформа может базироваться на любых операционных системах. Функционал платформы позволяет выполнять видеозвонки. Есть функция чата, также возможны аудиозвонки. Один из самых важнейших факторов в том, что функционал сферума внедрён в цифровую образовательную платформу Ханты-Мансийского автономного округа. В электронном журнале при создании онлайн-уроков учителя пользуются именно этим сервисом. Ученики тоже оценили работу цифровой платформы. С платформой сферум я познакомилась в прошлом году, в начале прошлого учебного года. Приложение очень удобное, очень удобная платформа. Безусловно, она не заменит традиционного обучения, однако помогает сделать технологическое обучение более гибким и удобным. Это как и закрытые каналы, что ни у кого нет доступа, помимо учителей и учеников. Возможность видеозвонков и чата. Современные технологии нашли применение и в медицине. К примеру, в Лангипасской городской больнице прошло масштабное обновление хирургического отделения, модернизация медицинского оборудования и капитальный ремонт операционного блока. Это стало возможным благодаря соглашению между правительством Югры и компанией «Лукойл». Три новых операционных зала, столы с электроприводами, современные бестеневые лампы, бесконтактные автоматические двери и другое оборудование. Мы гордимся тем, что мы внедряем новые технологии, которые позволяют выполнять операции без разреза, так называемые малые вмешательства с помощью эндоскопических методик. И мы выразили слова благодарности компании «Лукойл», ТПП «Лангипаснефтегаз», которые нашу инициативу поддержали. И это стало возможным благодаря вообще социальной ориентированности компании «Лукойл». Значительно улучшил диагностику в Лангипасской городской больнице и новый современный маммограф. Качество изображения у него высокое, а риск ошибки при постановке диагноза значительно ниже. Это дает возможность докторам на ранних стадиях распознавать рак молочной железы у женщин. Применение инновационных технологий и в производственных процессах – потребность времени. Так, интеллектуальное месторождение – один из перспективных корпоративных проектов компании «Лукойл». Предусматривает внедрение в операционную деятельность цифровых инструментов, к которым относится создание интегрированных моделей месторождений. Проект позволяет достигать различные цели – от стратегического планирования до подбора оптимизационных мероприятий и оценки проектных решений. И как следствие, все это повышает операционную эффективность. К уникальным проектам интегрированного моделирования, реализованным в Югре, можно отнести самую масштабную цифровую модель нефтяного месторождения в России, созданную в 2021 году на Ватеганском промысле. А к 2027 году в Западной Сибири планируют создать еще 27 цифровых моделей. Все новые территории присоединяются к интегрированной модели месторождения. Сейчас в Покачевнефтегазе к ней подключены все производственные объекты Покачевского, Северопокачевского, Марталеровского и Восточно-Янчинского участков. В 2024 году будет присоединено еще и Мишаевское месторождение. Это цифровой двойник получается месторождения. То есть все трубопроводы, которые есть в реальности, они есть в этой модели. Все скважины, все кустовые площадки. То есть все есть в интегрированной модели. И мы можем провести какие-то прогнозные расчеты по добыче нефти, какие там будут спустя через 3 месяца, через 5 лет. Все это мы можем сделать на нашей модели. Наука, образование, медицина, промышленность. В современном мире технологии развиваются очень стремительно. То, что еще четверть века назад казалось фантастикой, сегодня реальность. Елена Ковтун, при содействии коллег, Наши города.